Хлеб, масло и еще несколько десятков наименований продуктов. Все они входят в так называемую социальную продовольственную корзину. Цены на эти продукты мобильные группы будут проверять на ежедневной основе. Если их стоимость будет завышена, от руководства магазина потребует объяснений. Изменение курса доллара основанием для повышения цен служить не может. Нам предоставляют бумажные варианты. Мы рассматриваем это, но, соответственно, мы будем еще раз выезжать на каждой дневной основе. Потому что мы ежедневно получаем от торговых центров, от супермаркетов на бумажные носители, какие у них цены. И на еженедельной основе выезжаем рассматривать уже, соответствуют ли эти цены или нет, не соответствуют. А теперь будут выезжаться это просто на ежедневной основе. Мобильные группы будут следить за ценниками во всех крупных магазинах. К слову, руководство супермаркетов ценового взлета пока не прогнозирует. На данный момент у нас в магазине товарный запас на 25-30 дней. И те поставщики, с которыми у нас заключены договора, которые нам поставляют товар, прежде чем поднять цены, они предупреждают за 2-3 недели до. И мне кажется, что ни социальные товары, ни товары в целом, цены не будут подниматься. Мобильные группы уже функционируют во всех районах мегаполиса. К слову, сейчас всем городским службам поручено усилить оперативный мониторинг для недопущения роста цен в связи с девальвацией тенге. Юлия Искевич, Арсен Сандыбаев, Телеканал Алматы.